Первое, что мы делаем в пошиве рукавички, выкройку, индивидуальную под свой размер. Рука кладу на лист ровно, оттопырив большой палец и просто обвожу мою руку. Обвожу так, гладенько. Вот здесь вот где-то по вот этой же линии провожу вот здесь, потому что вот тут отмечаю мой большой палец. Собственно, я его обведу тоже. Вот моя выкройка. Где-то вот тут вот середина. Я ее просто сейчас вырежу. Получается, даю прибавку обязательно, потому что здесь у меня будет и подкладка, и внутренний шов, и чтобы руке было не тяжело. Где-то вот столько я добавляю свободу облегания. Вот здесь смотрю, сколько у меня сантиметров. 8, но добавлю еще сантиметр. Вот так вот, чтобы у меня 9 получилось. Не меньше 9, 9. Вот моя рукавичка, собственно. Меньше делать нельзя, потому что... Опять же, как повторюсь, внутренний шов и свобода облегания. Вот здесь вот закругление, само собой, рукавички. Так, теперь, что касается... Собственно, вот это я сейчас обведу, вы посмотрите, это уже готовая выкройка рукавички. Что касается пальца. Палец у меня находится вот тут. Значит, отступив от края, где-то вот, чуть побольше сантиметра, я провожу... Вот здесь вот мой большой палец. Просто вот такой овальчик вырезаю, вот эта дырочка для пальца. Теперь, собственно, сам палец. Вот, вот палец. Вот так вот он идет. Здесь прямая линия. Пальцу опять же я даю свободу. И вот здесь у меня будет разрез. Все, вот эта вот середина пальца. Вот это вот его свобода. И сам палец идет как-то вот с вымочкой. То есть не оставляйте прямую. Можно, кстати, и прямую оставить, а можно и немножко вот... Так, сейчас мы все это вырезаем. И вы видите, то есть здесь вот закругление побольше даю. Пальцы у меня прекрасно улягутся побольше. Главное, чтобы это все вышло вот сюда. Вот так, сгибаю пополам. И сейчас все это просто вырезаю. Вы сейчас посмотрите. Итак, по моей линии просто сгибаю пополам. Снова выкрутим. И вдвойне просто вырезаю. Сразу, чтобы одинаково симметрично было. Вот это выкройка рукавички. Длина. Насчет длины сейчас поговорим. Теперь палец. Палец тоже пойдет вдвойне. Ну, в принципе, я смогу его обвести и... Так, что называется, в индивидуальном порядке. Вот он палец. Вот так вот он идет. Даю свободу. Вот выкройка пальца. Все. Вот такая вот моя рукавичка. Вот это вот расстояние немножко больше будет, чем дырочка. И ничего страшного. Теперь по поводу длины. Поскольку я делаю все это с подкладкой, подкладка должна быть гораздо короче. Вот она заканчивается где-то вот тут. Немножко ниже пальца. Заканчивается подкладка, чтобы дальше шел мех. Мех длиннее примерно вот на две линейки. Как правило, я так сделаю. Потому что вот здесь вот настолько будет длиннее сам мех. Плюс вот столько же он длиннее на подкладку. Итого получается. Меха столько. Подкладки вот столько. Вот так загнем, сделаем подкладку. Вот так вот откроем, будет выкройка меха. Все. Теперь вырезать палец аккуратненько. Потому что мы будем плить. Видите, это все очень просто делается. Очень аккуратно вырезаю дырочку для пальца. Как я сделала? Конечно, меньше. Надо побольше вот здесь вот расстояние. Потому что иначе мне будет тяжело шел зашивать. Но ничего страшного. Все. Вот моя выкройка. Теперь моя задача. Первое, что я делаю, я, конечно, вяжу. Вот от того, как я свяжу вот эту часть. Причем часть вот, короткую подкладку. Часть длинная. Это подкладка короткая. Вот эта часть будет такого же размера, как мой мех. Если только я не хочу делать целиковую меховую опушку. Посмотрите, что вы будете делать. Может, вы свяжете коротенький, короткую вязаную ладошку. И опушка из меха со всех сторон будет тоже очень красиво. Вполне возможно, что тоже так сделаю. Поскольку палец будет весь меховой, чтобы он не мерз. Мы все-таки делаем на холодную погоду. Палец меховой. Вот эта вот часть вязаная. Вот эта часть меховая я пришью. И сошью полностью меховую рукавицку. То есть тыльная сторона из меха. Ладошка вязаная. Палец вязаный. Сейчас я вот эту часть с дырочкой, само собой. Дырка цельно вязаная, чтобы мне не пришлось ее обрабатывать, не как вырезать. Вывязываю на машине. Для этого вот прямое полотно. Дырку можно делать просто квадратиком. Квадратик, квадратик, квадратик. То есть здесь совсем все просто. Вяжете вот эту часть, вот эту. Закрываете петли. Самое сложное вот эту вот часть вырезать, но это частичным вязанием вывязать. Оттого вывяжите, слегка подфарите и по ней уже подкорректируем выкройку для меха. Они должны все-таки более-менее совпадать, чтобы у нас ничего не перекосило. Поэтому сейчас из желаемого пряжи, из какой вы будете вязать, эти можно прикинуть. Рысковички за одну. Видите? Все очень даже нормально. Палец поместился, рука поместилась. Вяжем вот эту часть. Либо до конца, либо короче, и будет меховая пушка со всех сторон. Здесь вверх вывязываем частичным вязанием и все закрываем. Никаких открытых петель у них не остается. Кстати, как вариант, можно сделать ладошку чуть-чуть поуже, а меховую часть чуть-чуть пошире, для того, чтобы у меня мех немножко находил на ладони. Это будет еще красивее. Поэтому ладошку мы оставляем так, а меховую часть, либо чуть-чуть подрезаю вот здесь вот ладошку, вот эту часть, а меховую делаю буквально на сантиметры пошире. Будет гораздо интереснее смотреться в итоге. Вот у меня есть воротник, он совершенно замечательный, но уже совершенно ненужный. Из него я буду делать верхнюю часть рукавичек. Из той части, которую я выкраивала, я делаю верхнюю тыльную часть ладошки и палец. Палец просто сложила пополам и перевела, чтобы делать как можно меньше швов. И таких вот, две детали таких, два пальца. И плюс то же самое я делаю на подкладке. Но подкладку я делаю из флиса, там что-то теплые рукавички. Я буду делать и палец, и тыльную часть, и вот эту вот вязаную. То есть я делаю, я вам сейчас покажу, можно даже совместить. То есть делать, сейчас покажу. Обводите одну часть рукавички. И чтобы не было бокового шва, разворачиваете ее, обводите вторую часть с пальчиком. То есть у вас один шов уже уходит. Это как-то облегчаем себе работу, сокращаем количество отшиваемых деталей. Вот за счет вот этой части. И точно так же мы делаем палец. Обвели. Можно в одной частью сделать, а можно как бы пополам. Сложить вот на одним швом меньше. Это уже хорошо. То есть два пальца и две вот такие двойные детали на подкладке. И сейчас мы все это будем с вами собирать. На швейной машинке. Моя задача сейчас собрать вот эти вот части. У меня же ладошка короче, чем тыльная часть. Я ее связала. Потому что я буду делать меховую пушку по кругу. Поэтому вот кусочек соединяю. Соединяю. Складываю лицом к лицу. И на швейной машинке пришиваю. Но сначала нужно, естественно, приметать аккуратненько, чтобы загнуть вот этот край, чтобы ничего у меня никуда не вылезало. И пришиваю зигзагом. То есть не прямой строчкой, а зигзагом. Выворачиваю одну часть, выворачиваю вторую рукавичку. После этого я должна сшить палец. Беру этот палец, складываю опять лицом к лицу. Совмещаю точки и сшиваю. Мех можно сшивать, но сшивайте не очень плотно. Там на четверке, на 3,5 где-то длина стежка. Ближе к максимуму, потому что мех вот здесь вот стянется. И мы должны будем его аккуратненько вытащить наружу, когда уже все прошьем. Поэтому не надо его сильно затягивать. Сшиваем. И, естественно, это делаем на двух экземплярах. Вторую тоже самое. И тихонечко сейчас сшиваем руку. То есть выворачиваем наружу, вставляем пальчик. Пришиваем сначала, приметываем руками, потом сшивать на машине будем. После этого, если вы хотите вставлять какие-то бантики, не бантики, а пумпончики, веревочки, что-то в тыльную часть ладошки, в тыльную часть рукавички, делаем это сейчас. Вот можно вставить блочки. Я вставлю блочки. И через них протяну шнурок. Но это уже будет завершающий этап. Сейчас мне нужно будет вставить блочки, пока у меня вот такая деталь. И я могу подобраться к любому месту. То есть я намечаю, вот здесь у меня палец. Я его обвела случайно, но это очень кстати. Где-то чуть-чуть ниже пальца. Проводите линию, размечаете, где вы будете, то есть вот на этом месте, где размечать будете этот шнурок, потому что он не должен заходить под рукав далеко. То есть он должен быть где-то вот на этом месте, вот здесь где-то. Поэтому размечаете. Между блочками сантиметра 3-4 оставляем. И после этого, после того, как мы уже вставим блочки, сошьем вот эту часть, мы можем вошьем, естественно. Палец мы сможем соединить вот эти детали с одной стороны. Потому что со второй, вот здесь вот мы пришьем подкладку и сошьем все вместе. Вот такая вот сложная система. Поэтому сейчас мне нужно собрать вот эту часть, вот эту палец и вставить в блочки. После того, как пришила вязаные части к меху, сшила пальцы, вшить надо палец в меховую часть. Выворачиваю палец мехом наружу. И с внутренней стороны вставляю его как бы на свое место. Так, чтобы он вышел из вязания, вот как он должен быть. Теперь остренький краешек с одной стороны совмещаю. Скалываю булавкой. И вот этот кончик с другой стороны. Самый-самый кончик с кончиком вот этого отверстия. Тоже совмещаю и прикалываю булавочкой. Теперь вот этот вот весь мой палец я аккуратно распределяю по отверстию. Так, чтобы не было никаких складок, заломов. И приметываю. Обязательно приметываю. Рассчитывать на машину и на руки не стоит. Обязательно приметать, чтобы было аккуратно. И после этого зигзагом пришить на машинке. Только после приметки. Не надо рассчитывать. То есть не надо сразу. Обязательно где-то его собьется. Это тонкая достаточно вещь, пришивание пальца. Оно не выносит суеты, что называется. Поэтому все приметали. Вот по кругу. И вот так же по кругу кладете на машинку. И по кругу с внутренней стороны зигзагом пришиваете. У нас палец будет вшит. То есть половина дела будет уже сделана. Делаем так с одной частью, сделаем так с другой. После этого пришиваем. Вбиваем блочки. Опять же, еще не прибила блочки. И после этого мы сшиваем нашу половину рукавички. Еще такой момент. Если вы будете ставить блочки для шнура. Вот вы разметили. Вот я пометила вот здесь. И здесь у меня будут ставить блочки. Но это искусственный мех. Он все-таки дырчатый. И у любого искусственного меха такая достаточно нестабильная основа, что называется. Если вы проделаете дырочку, у вас эта блочка просто вывалится наружу. Она не будет держать. И не затянуть вот такую толщину. Поэтому блочки ставьте через плотный материал. Вот у меня такое сукно есть. Пальтовое. Совершенно не нужно. Я его все время использую для проставки блочек. То есть делается маленькая-маленькая дырочка. Вставляете дырочку через... Естественно, вот эта блочка идет на мех. Вставляете сюда. Делаете тоненькую дырочку. Буквально натягиваете на эту блочку. После этого вы можете одеть кольцо и забить. Вот тогда у вас эта блочка будет держаться всю жизнь. Что называется, никуда не денется. Потому что вот эта пальтовая ткань не даст ей разойтись. Вот эта часть прижмет мех. Вот эта часть прижмет тканевую основу меха. И будет стоять очень долго. Если нет такой ткани, можно флиз, можно любую несыпучую ткань, которая имеет желательно вот такую вот плотную, не тянущуюся. Которая сама у вас не поползет. И прижать как следует прибить. Тогда у вас мех выдержит. Иначе расползется. Вот так вот выглядят блочки с внешней стороны. Видите, они из меха выглядывают. Вот так они укреплены с внутренней. Вот этой пальтовой тканью точно вот эта никуда уже не денется. Вот теперь моя задача. Вот эти вот тыльные части соединить с внутренней. Соединять буду так, чтобы палец был с внешней стороны. Просто потому, что я вот так же буду пришивать подкладку. И подкладка у меня пойдет с пальцем сюда. То есть я сейчас пришью вот эту часть. И после этого буду заниматься подкладкой. Подкладка будет с одним швом. Палец наружу. Поэтому пришиваю вот так. Палец выворачиваю наизнанку. Складываем лицом к лицу. И пришиваем. Здесь все приметать. Посмотреть, как оно будет держаться. Видите, получается так, что у меня подкладка. Если бы я делала подкладку из двух частей, было бы все просто. Пришила подкладку к одной части, к другой. И все разом прошила. Но раз я сделала вот так. То есть смотрите, может быть вам так и легче будет. Можно сделать так. Подкладку. Одна часть пришили. Вторая часть пришили. Потом сложили это все вместе. И разом зашили. И рукавичка, собственно, готова. Вывернуть и нормально. Но поскольку я делаю не так. Лицом к лицу сложить. Все это сколоть. Посмотреть, сколько здесь лишнего. Потому что видите, у меня кривой край. Тут должно быть 8 см. Но я посмотрю, сколько. Потому что вязание могло немножко подтянуться. В процессе отпаривания. И зашиваю буквально вот. Вот так вот. Мех. Лукавичку оставлю. После этого выверну и пришлю подкладку. Вот здесь одним махом. К подкладке пришиваю палец. Точно так же, как я пришивала здесь. Палец. Изнанкой наверх. Прошивается. Выворачивается. Вставляется. И пришивается тоже зигзагом. Потому что подкладка, когда я буду пришивать ее к меху, должна быть уже готова. Значит, сейчас я делаю подкладку. Пришиваю половину рукавички. После этого пришью вот сюда подкладку. И мне останется просто один шов сделать. И рукавичка готова. После того, как мы сшили вот здесь вот. Немножко небольшой шов. Пришили подкладки. Палец. Моя задача теперь пришить вот эту подкладку к моей рукавичке. Лицом к лицу. Складываю. И зигзагом пришиваю. Пальцы у меня на разном уровне. Это прекрасно. Потому что мех загнется и пальцы будут на одном уровне, а мех пойдет внутрь. Так что не пугайте, что все на разном уровне. Все прекрасно. Сейчас вот тоже зигзагом аккуратно подкалываюсь. Кстати, трикотаж и мех лучше все-таки сметывать перед тем, как мы сшиваем. Тогда точно никуда ничего не уйдет. Сшиваем эту рукавичку и вторую. После этого я смогу уже решить все вместе. Общий шов. И будет практически готово все. Практически все готово. Подкладка пришита к рукавичке. Теперь складываю все это дело пополам. Прошиваю от шва, где мы остановились, вот тут в середине. Приметываю обязательно по кругу. И сразу одним швом пришиваю подкладку. Дошиваю до пальца и делаю вот сантиметров 5-6 вот такое вот отверстие технологическое, через которое все выверну. 5-6 сантиметров оставили и дошили вот здесь вот все. Естественно, все это приметать, сколоть. То есть, я пришиваю сейчас подкладку, оставляю 5-6 сантиметров вот такое отверстие и по кругу всю рукавичку. Делаю это на обеих рукавицах. И после этого я смогу вот через это отверстие все вывернуть, расправить. Вот что у меня получается. Я выворачиваю через вот это технологическое отверстие, которое я оставила в подкладке, мою рукавичку, вот мое вязаное полотно, вот мое полотно меховое, чтобы руки не мерзли, флисовая подкладка и блочки. Вот сейчас, пока у меня есть вот эта дырочка, я вставляю шнур в блочки. Причем шнур обязательно надо подпаять. Если вы не подпаяете кончики у шнура, он разлохматится. Просто надо, хоть спичкой, как угодно. Вот я, так, 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 технологические отверстия, пока у меня сейчас есть возможность. Вставляю этот шнур. Можно оформить пумпончики. Можно все, так, ногой колкой. Можно все, что угодно завязать, чтобы не вылезло случайно когда-нибудь. Либо сюда какие-нибудь шарики, либо просто узелки завязать, чтобы вот в эти блочки мои... Вот видите, здесь я не подпаяла, оно сразу разлохматилось. Все, через эти узелки уже шнур не вылезет, его можно будет завязать. Завязать просто бантиком. И теперь моя задача вот это все просто сложить и подшить либо руками, либо на машинке, вот здесь вот по краюшку. Перчатку вывернуть. И обязательно, когда вы вывернете, пришить кончик к кончику перчатки и кончик пальца к кончику рукавички, чтобы когда вы будете вынимать и вставлять руку, у вас подкладка не гуляла. Все, рукавички готовы. Теперь зимой, когда у нас наступит холода, мы не замерзнем. Вот наши совершенно чудесные рукавички со шнурами, меховые, по длине как раз здесь, как раз палец. Все очень хорошо сидит, очень теплые, очень мягкие. Моя задача сейчас, после того, как я подошью здесь вот просто иголкой изнутри, можно вывернуть их просто иголкой, подшить вот со стороны меха и так подкладку вот к этому уголку, чтобы они не выходили. И кончик пальца с кончиком подкладки подшиваете просто с внешней стороны, для того, чтобы не вылезала подкладка. И теперь вот здесь, видите, мех, он загнулся в процессе сшивания на машинке. Я беру что-нибудь, вот у меня пинцет такой замечательный, и этот мех выправляю из шва, чтобы он встал. Потому что если этот мех так оставить, он там останется, и его уже даже когда вытащите, он не расправится. Пока это все не уселось там на веки вечные, мы просто расправляем, вытаскиваем из швов вот эти все меха, кончики, само собой, потому что иначе, видите, совершенно некрасиво. Если мех пушистый, разобрать из шва вот эти меха, просто не будет видно, что он сшитый. Шва не будет видно, это будет гораздо аккуратнее смотреться. Точно так же вот здесь вот по краю, если вы делали опушку, вот как я делала по краям, и вот то же самое по вязаной части, немножко, немножко, чтобы не вытянуть нитки, само собой, аккуратненько. Просто пройдитесь по краюшку. Будет смотреться гораздо аккуратнее, когда такой пушистый край, а не затянутый в шов. Завязали бантик. Если вы делаете просто веревочку, ее можно тоже прихватить немножко нитками, чтобы она не развязывалась. И каплю лака. Эти вот синтетические веревки, они очень такие скользкие, развязываются все время. Все, ждем морозов, уносим рукавички. Продолжение следует...